Всем привет! С вами Татьяна Фокс на канале DVGAME и мы продолжаем прохождение литературного клуба Тук-Тук. Ну что, друзья, погнали! Так, у нас уже была загрузочка, поэтому мы снова взираем загрузить. Вот это окно. Подсказка. Используйте кнопку пропуск для быстрой прокрутки уже прочитанного. Окей. Итак, здесь мы должны написать стихотворение и выбрать, выбрать, выбрать слова, которые нам подходят к персоналу. Так, так, так. Волосы сверкающие тучи, тук-тук, вместе шепот, сердцебиение, помады, щеки, преободрение. Давайте-ка выберем, выберем волос. Шрамы, папа, трекация, радуга. Та-та-та-та-та. Вот, мы выберем с вами. Отлично. Дальше. Куловечки интересные. Ну, конечно же, смерть. Так, интересно, интересно, что же подходит. Я думаю... Дальше. Чудесные, не сдержанные, одиночество. Ммм, давайте-ка... Вот это. Слюбающие. Да, отлично. Такс. Интересная, интересная атмосфера. Так, шмяклубник. Страх, страх, да. И смотрим дальше. Тут как существительные есть, так и прилагательные. Выберем гнев. Теперь... Бойня. Экстремальный, конечно же. Смотрите, у меня фиолетовая девчонка подпрыгивает все больше и больше. Я думаю, мы выберем ее. Так. И... Купальник. Вообще другую выбрала. Ладно. Дальше. Катастрофа. Есть. Так. Не контролируемая ли она? Ну, думаю... Нет. Пусть будет тьма. Далее. Трагедия. Фантазия. Она у нас такая фантазийная интересная, да? Плюзы. Конечно же, печалька. Дальше. Так. Я багровый злость. И... Веселение, боже. Очень интересно. Скрытное веселье. Сущность Валентинка. Кавайный. Может, коварный все-таки? И тут не ту букву написали. Окей. Скрытный. Ужас. Затемнение экрана. Итак, смотрим. Моника. Доброе утро, красавчик. Я рада, что ты от нас не сбежал. Не, я бы не поступил так. Может, от меня это прозвучит странно, но я держу свое слово. И вот снова я в литературном клубе. Я пришел последним, так что в клубе уже бурлила деятельность. Спасибо, что сдержал обещание, красавчик. Надеюсь, для тебя это не слишком тяжелое время. Хо-хо-хо. Хо-хо-хо. Хо-хо. Они не церемонятся с красавчиком вообще никак. Боже, Мацуки, ты так высокопарно говоришь. Я сама все полки в кладовке своей мангой забила. Хо-хо-хо. Хо-хо-хо. Это тоже литература. Глупая как будто бы, да? Ничего не понимает. Уничтоженная одной репликой, Мацуки угромно плюхнулась на свой стол. Не волнуйтесь, девчата. Красавчик всегда старается изо всех сил, пока ему весело. Вот не ты мне. Он часто помогает мне с тяжелой работой. Мне даже не приходится просить. Готовка, уборка моей комнаты. Ой, какой благонадежный. Все потому, что Сайори по твоей комнате словно ураган прошелся. И это меня раздражает. А свой дом ты вообще однажды чуть не спалила. Опс. Правда. Хе-хе-хе. Вы правда очень близкие друзья, не так ли? Я даже немного завидую. О-о-о. С чего бы. Ты, красавчик, тоже можете стать хорошими друзьями. Ммм. Сайори. Вот это любимое мое выражение. Сайори. Так что не надо вот это вот. Ммм. Как обычно, Сайори совершенно невдомек в какую неловкую ситуацию. Она снова меня загнала. Ммм. О, кстати. Юрий, тебе сегодня даже кое-что принесла. Постой, Сайори. А? Мне? Ммм. Не совсем. Ладно тебе, не стесняйся. Опять кексы, что ли? Правда, ничего такого. Что там, что там? Очень-очень неинтересно. Просто забудь. Сайори сказала? Так, будто это нечто особенное, хотя на самом деле нет. Что же делать? Эй, прости, Юрий, я не подумала. Похоже, пришел матча спасать положение. Слушай, не запаривайся так насчет этого. И я с самого начала ничего не ждал. Так что любой дружке жест с твоей стороны это приятный сюрприз. Что бы ты ни готовила, я буду этому рад. Вот как? Так, в общем, я не стану придавать этому большое значение, если тебе так проще. Хорошо. Что ж, тогда возьми. Из своего портфеля Юрий вытащила книгу. И не хотела, чтобы ты чувствовала себя не в своей тарелке. Так что я выбрала книгу, которая, на мой взгляд, тебе понравится. Она довольно короткая, так что, даже если ты читаешь не часто, уверена, она тебя увлечет. А мы могли бы обсудить ее, если захочешь. Ух ты какая шустрая, вроде бы с виду скромная, но вы посмотрите. Она помушляет. Это, как у нее получается, не преднамерена быть такой бесконечно милой. Она даже не поленилась на эту книгу, которая может мне понравиться. Хотя я практически ничего не читаю. Спасибо большое, Юрия. Я обязательно ее прочту. Пум-пум-пум. Я с энтузиазмом взял книгу. Ах! Не нужно спешить. Читай ее в своем темпе. Я буду с нетерпением ждать твоего мнения. Когда все расселись, я ожидал, что Моника пойдет по плану мероприятий клуба. Но похоже, что я ошибался. Моника и Сайори сидели в углу и оживленно о чем-то беседовали. Обсуждали, наверное. Сейчас увидим. Юрия полностью погрузилась в книгу. У нее такое сосредоточенное выражение. Лица будто она весь день этого ждала. Мацуки тоже копалась в кладовке. Следующая сцена. Блин. Похоже, сегодня никто не хочет, чтобы их тревожили. Я плюхнулся за ближайшую парту. Ну и как мне самостоятельно занять себя чем-то связанным с литературой. Конечно, всегда можно прочитать книгу, которую дала мне Юрия. Но я чувствую себя слишком уставшим, почти. Наверное, я мог бы уснуть прямо сейчас. А дневной сон, честно говоря, это мое самое любимое. Вот так вот. Завтрак, погулял, приходишь домой. И, Ларыш, просыпаешься уже с вечером. Блин. Надо же делать дела. Голосами себя не сделают. Какие вот. Мне постоянно выпадают на ушки. Надо же что-то сделать. Я закрыл глаза и прислушался к разговору с Айори с Моникой. Наверное, по сравнению с другими клубами вы будете смотреться убого. Двы. Хм. Не можем же мы сдаться. Фестиваль – наш единственный шанс показать всем, что ставит литературный клуб. Проблема в том, что идея литературного клуба кажется чересчур невнятной и заумной. Но ведь это совсем не так, ты понимаешь? Нам просто нужно это всем показать. Что-то, что затронет их творческую сторону. Но это не решит проблему. Эээ, о чем ты? Даже если мы придумаем самую веселую вещь в истории, все равно никто не придет на мероприятие литературного клуба. Так что важнее придумать, как заставить людей прийти, понимаешь? Как заставить людей прийти? Так, надо-надо подумать. А уже после того, как они придут, можно вызвать их творческой натуре. Ничего себе! Сайори говорила вполне серьезно. Нечасто от нее услышишь подобные рассуждения. Хм, это верно. В таком случае может получиться заманить их едой. Ну, у них это хорошо со мной вышло вообще здорово. Я пришел кексы поесть, а оказалось, что они меня в сусе кто-то. Какой? Думаю, мы могли бы... Кексы! Прям, слушайте, я знаю, знаю, о чем говорю экстрасенс. Отличная мысль. Мацуки любит их печь. О, ты права! Мацуки печет самые лучшие кексы. Это сработает идеально. Разве не ради них это ты предложила? Кексы вызывают к моему творческому животику. О, как мило. Значит, кексы! Я проголодалась. В любом случае, нам еще надо проработать детали моего мероприятия. О, пачки! Я поймал себя на том, что улыбаюсь. Все-таки Сайори не изменилась. Но именно за это я ей и восхищаюсь. В отличие от меня, человека, которому трудно найти хоть какую-то мотивацию, Сайори может поставить себе цель и воплотить ее в жизнь. Наверное, поэтому я и позволил ей решать все вместо себя. Не могу не подумать о том, каково было бы взглянуть на мир ее глазами. Ура! 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 Открыв глаза, я увидел прямо перед собой лицо Сайори. Я едва не свалился со стула. Ихи-хи-хи! Извиняюсь! Стоп! На самом деле, я ничуть не извиняюсь. Сам виноват, что дрых тут. Здесь тебе не сонный клуб. И это говорит мне человек, который вообще все школьные уроки первые просыпает. Да, ты вообще не права. Ты не права. А что, в нашей школе есть и такой? Опять поздно лег. Теперь, когда ты вступил в клуб, ты должен меньше времени уделять аниме. Пора бы тебе это усвоить. Не так громко, мадемуазель. Я оглянулся через плечо. Проверить, не услышали ли Моника? Но это так. Да, знаю, я знаю. Ты всегда заботишься обо мне, Сайори. Спасибо. Не надо. Я мужчина. Мой персонаж мужчина. Он сам совсем разбил. Ихи-хи-хи-хи-хи. Это точно, я умею лучше всего. В этом и проблема. Что с тобой такое? Ты следишь за мной больше, чем за собой. Или ты не продолжаешь просыпать каждый день? Угу. Э-э-э-э. Не-не-не, не каждый. Звучит это слишком убедительно. Сколько раз за прошедшую неделю ты вставала вовремя? Ну, это секрет. И так, как сказано. И так я знаю. Так что не надо. Да ладно. Дай мне хотя бы возможность оправдаться. Я не могу даже этого. Сайори, на тебе и так все написано. Э-э-э. Сайори окинула себя взглядом. Такая, типа, где написано? Где написано? Что это за мне написано? Ты этим утром явно спешила. Смотри, какой у тебя калтун на голове. Ах! Я провел пальцами по волосам Сайори, пытаясь их пригладить. Нет, без расчески тут не обойтись. Просто мои волосы трудно нормально уложить. Э-э-э. Я на это не куплюсь, нет. Дело не только в волосах. Смотри, у тебя и бантик покосился. А на воротнике пятно от зубной пасты. Хрюшка. Я попытался стереть пятно пальцем. Но никто этого даже не заметил. Разумеется, все заметили. Тебе никто не сказал, потому что не хотели смущать. К твоему счастью, меня подобное не заботит. Вот так, прямой мужчина такой прям на пролом. Я типа сам со всем разберусь. И всю правду скажу в лицо вообще нести. Ну и вредина же ты. Вот так, правду человеку говоришь, а потом ты еще не прав. У тебя даже пиджак не застегнут. Серьезно, Сайори. Почему ты думаешь, что у тебя до сих пор нет парня? Э-э-э. А вот это уже действительно обидно. Извини, но потом ты мне еще спасибо скажешь. Я стал застегивать ее пиджак, начиная снизу. Как только увидишь, насколько лучше стало выглядеть, ты изменишь свое мнение. Она прям, даже, смотрите, капелька потекла у нее вот тут вот. Это так забавно. Что именно? Ну, я просто подумала, как странно иметь друга, который делает подобные вещи. Э-э-э, не говори так. Ты заставляешь меня странно себя чувствовать из-за этого балда. Впрочем, все нормально. Я рада, что у нас такие отношения. А ты? Э-э, пожалуй. Э-э, осторожней. Пуговицу оторвешь. Почему это так тяжело застегивается? Я изо всех сил пытался снимать пуговицу на ее, у нее на груди. Он точно твоего размера? Ихи-хи-хи-хи. А был когда-то, я его покупала. Наверное, давно? В классе в третьем? А-ха-ха. Да. Если бы ты его застегивала, то давно бы заметила, что он тебе мал. Почему ты улыбаешься? Это значит, что моя грудь выросла еще больше. Логично. Не так громко. Хи-хи-хи-хи. В общем, теперь ты выглядишь гораздо лучше. Так что... А-а-а... Почему мне так странно видеть Сайори в застегнутом пиджаке? Ну, он такой тесный. Угу. А это того не стоит. Сайори быстро вновь расстегнула пиджак. Вот так-то лучше. Фух. Так гораздо лучше. Сайори раскинула руки и закружилась. Значит, если я не буду его застегивать, то не найду парня. Это что за логика такая? И почему ты говоришь об этом как о чем-то хорошем? Потому что если бы у меня был парень, он бы тебе ничего подобного делать не позволил. Сам бы застегивал пиджак. Угу. И ты все равно позаботишься обо мне лучше, чем кто бы то ни было. По-моему, она клеит меня. По-моему, клеит. Какая-то любовная линия намечается. Поэтому я его не застегиваю. Трум-трум-трум. Прекращай говорить всякие смущающие вещи. Э-э-э-э. Я не говорила ничего смущающего. Блин. Короче, просто сосредоточься на том, чтобы вставать немного пораньше. Для девушки это как бы логично. Явно, чтобы привести себя в порядок. Только если ты сосредоточишься на том, чтобы пораньше ложиться. Ладно, ладно. Ладно. Договорились. Ихи-хи-хи. Думаю, мы действительно больше заботимся друг о друге, чем о себе. Да, пожалуй. Наверное, это значит, что ты должен по утрам приходить будить меня. Нормально? А потом она предложит, ты не уходи вечером. Останься до утра. Да? Чтобы сразу уже никуда не приходить, а собрать меня в школу. Ты опять за свое, Сайори? О, ну на этот раз я просто шучу. В каждой шутке есть доля шутки. Запомните. Это всегда работает. Блин, порой с тобой совершенно невозможно разговаривать. Итак, друзья. Э-э-э. Неожиданно раздался голос Моники. Почему бы нам сейчас не поделиться своими стихотворениями? Ура! Красавчик, мне не терпится прочитать твое. Да, мне тоже. Этузиазма в голос мне добавить не удалось, а вот Сайори бросилась доставать свое стихотворение. Кстати, никто не забыл вчера вечером написать стихотворение? Нет. С этими словами мои минуты спокойствия закончились. Не могу поверить, что согласился сделать нечто настолько смущающее. Собственно, мне даже вдохновение было некуда брать. Ведь я же ни о чем подобным не занимался раньше. Раз все готовы, давайте делиться друг с другом. Жду не дождусь. Сайори и Моника полный энтузиазма достали свои стихи. Стих Сайори был написан на мятой бумажке, вырванной из блокнота. Противоположность ей Моника написала свой в тетради для сочинений. Со своего места я уже вижу безупречный почерк Моники. Мацуки и Юри неохотно подчинились и полезли к портфеле. Я последовал за ними. Так, кому мне в первую очередь показать свое стихотворение? Сайори, Мацуки, Юри, Моника. Выберем. Я думаю... Да, давайте. Я вчера сказал Мацуки, что мне понравились ее стихи. Наверное, будет справедливо, если я покажу его в первую очередь ей. Вот так вот. Ммм? Красавчик! Ну, примерно такого я и ожидала от человека вроде тебя. Это довольно грубо. Ох, ну простите. Я не говорю, что оно плохое. Оно просто не вызывает никаких эмоций. Короче, оно достаточно милое для твоего вкуса. Хочешь, чтобы я тебе врезала? Ох, пожалуй, я воздержусь. Эх, ладно, теперь я должна показать тебе свое. Правда, тебе вряд ли такое понравится? Летаем. Орлы могут летать, обезьянки могут лазать, сверчки же ловко прыгать, лошадки скакать грациозно, сове зыркать серьезно, гепарды быстро бегать, орлы летать под облаками, а люди могут попытаться на этом все. Супер. Я предупреждала, что тебе не понравится. Я свержачно просто свержачно. Мне понравилось. Он блефует, кажется, друзья, он блефует. Что? Скажи честно. Я и сказал честно. Почему ты так убеждена, что мне не должно понравиться? Ну, потому что все в старшей школе считают, что слов должен быть мудреным и возвышенным, и все такое прочее. Поэтому никто не воспринимает мой стиль письма всерьез. Но ведь цель стихов самовыражения, разве нет? Твой стиль письма не сделает скрытые стихотворения и посыл менее веским. Мудрые слова мудрого мужчины. Да, именно. Мне нравится, когда читается легко, но тебя бьет на повал. Как и в этом стихе. Когда видишь, как все вокруг тебя делают что-то замечательное, это чертовски обескураживает. Та-да-да. Поэтому я решила об этом написать. Да, я понимаю. Но другой плюс. В простом письме более высокая значимость игры и слов. Например, ты заметил, как я везде поддерживала рифму, но уменьшенно нарушила ее в конце. Вот такая вот занунка. Это помогает выразить чувство в последней строке. И поэтому ты, полагаю, ты вложила в стих больше, чем мне казалось. Вот что значит быть профессионалом. Так, сам себя не похвалишь, никто не похвалит. Я рада, что ты чему-то научил. Я ожидал такого уровня от того, что здесь младше всех, да? Ага, я поражен. Я решил ей подыграть. Меня не особо беспокоит, кому сколько лет, но если Мацуки гордится собой, не стоит лишать ее этого. Так, с кем же дальше поделиться своим стихотворением? Моника, Юри или Сайори? Давайте мы с вами выберем Юри. Мадам с фиолетовыми у вас. Итак. Что это? Юри уставилась на стихотворение. Прошла минута, более чем достаточно, чтобы его прочитать. М-м-м. Ой! Прости! Я забыла, что должна что-нибудь сказать. Эм-м. Ничего страшного, не надо себя заставлять. Эй, я не... Мне просто нужно обличь свои мысли в слова. Подожди. Ладно? Это ведь твое первое стихотворение? Э-э-э... Да. Почему ты спрашиваешь? Просто, чтобы убедиться. Я догадывалась об этом, когда прочитала его. А, значит, оно плохое? Нет! Я сейчас повысила голос. Ах, ужасно жаль. Юри закрыла лицо руками. Я не мог не заметить, что прошло уже несколько минут, а мы так и не сдвинулись с мёртвой точки. Ой, почему? Даже чисто. Должно быть, Юре требуется время, чтобы привыкнуть к новому человеку. Ничего страшного, я даже не заметил. Что ты там говорила? Точно! Просто есть определённые писательские наклонности, которые характерны для новичков. И пройдя через это, сама я научилась их подмечать. Думаю, самая заметная черта новичков то, что они пытаются сделать свой стиль продуманным до мелочей. Другими словами, они выбирают стиль, совершенно подходящий к теме, и пытаются слить их воедино. Так. В результате страдает и стиль, и выразительность. Стоило Юре определиться с ходом мыслей, как её поведение разительно изменилось. Да и Канья полностью исчезла, и говорила она в тоном профессионала. Разумеется, тебе нельзя за это винить. Существует множество различных навыков и методов, применяемых для писателей, для написания. Даже простейшую. О, и да, сейчас много знаю, есть там подалельная речь. Вот там, ну, в общем. Самое сложное не в том, чтобы изучить их и научить применять, а в том, чтобы заставить их работать вместе. На это потребуется какое-то время, но всё придёт с практикой, разбором примеров и попыток использования новых приёмов. Я также надеюсь, что все в клубе дадут тебе ценные советы. Это точно, ценных советов они вообще-то долго не дают. Хотя Мацуки может быть несколько предвзятой. Предвзятой? В каком смысле? Ну, забудь. Я не должна так говорить о людях. Прости. Ничего. Я не был уверен, извиняюсь, извинилась Юрия перед собой, передо мной или перед Мацуки. Не возражаешь, если теперь я прочитаю твоё стихотворение? Прошу. Я люблю делиться своими мыслями, кроющимися в стихах. Юрия мечтательно улыбнулась, будто ей не часто выпадала такая возможность. То само по себе довольно забавно. Но разве не таким и должен быть литературный клуб? Так и её стихотворение. Призрак в пустынном... Ещё раз сначала. Призрак в тусклом свете, пряди моих волос злать в янтарном свете не спадают. Паи. А вот его источник, стоящий одинок. Последний уличный фонарь временный, пытанный жестоко мёном будущего, синий изумрудным. Он вскоре будет заменён. И всё же продолжаю полыть я в неё. Тиши, вдыхаю воздух настоящего и в прошлом существую. Мерцает цвет, мерцаю я ему цвет. Очень мне прям понравилось. Юрия ну? Прошу прощения за свой ужасный почерк. Что? И в мыслях не было. Ну, ты так долго читал. А? Ну, я просто не слишком часто читаю рукописный текст. Если честно, мне твой почерк кажется очень красивым. Э-э-э. Плава Богу. Кроме того, мне понравился стих. Несмотря на краткость, он довольно сдержанный. Ну, не слишком короткий. Я обычно напишу более длинные стихи. Вовсе нет. Я очень рада, что тебе понравилось. Буду честной. Так как это наше первое совместное время препровождения, не хотелось бы написать что-нибудь поспорное. Что-нибудь не сложное для понимания. так, ты без ума от призраков, Юрия? Хе-хе-хе. Вообще-то история совершенно не о призраках красавчик. Правда? Видимо, я совсем не вник в суть. Полагаю, ты просто увидел только что на поверхности. помни поэты часто выражают в своих работах мысли, чувства, боли. Обычно они делают нечто большее, чем просто рассказывают историю или пишут карты. В данном случае персонаж стихотворения лично симфолически сравнивает привидение. Митца в последнем комфортном для нее месте не в силах отказаться от прошлого и вскоре остается не с в таком контексте все звучит куда серьезнее. А я вообще свой стих вижу когда-нибудь потому что тоже интересно что они реагируют. Я даже не задумывался об этом. Это впечатляет. Не стоит, правда? Я рада, что ты так считаешь. Главное помни, что вскоре ты тоже всему этому научишься. Да, пожалуй, ты права. Значит, надо продолжать стараться. Я рассчитываю на тебя. Итак, осталось две девочки Сайори и Моника. Давайте мы выберем сейчас. Сайори, мою любимую подружатку, которая мне предложила все утром собирать. Ждет, ждет с нетерпением. О, боже! Это настолько классно, красавчик! Э? Этот стих очарователен! Я даже представить себе не могла, что ты такой одаренный поэт! Да, Юрий, мне кажется, ты очень сильно преувеличиваешь. Поэт из меня совершенно посредственный. Я, честно, понятия не имею, что делаю. Ну, может, в этом-то и причина? Потому что я тоже не знаю, что нравится мне. Да, мнение Юрия было гораздо более конструктивным. Дело точно не в том, что оно тебе нравится лишь потому, что его написал я. Ну, полагаю, в этом есть доля истины. Думаю, я понимаю тебя лучше, чем другие. Поэтому, читая твое стихотворение, оно перестает быть просто стихом. Этот вось стих! и это делает его особенной, пловной, вязая в нем твои чувства. Сайори прижала лист в грудь. Ты такая странная Сайори. Хе-хе-хе-хе. Ну, что странного на просто будет? Я очень счастлива, что ты вообще его написал. Это заслуживает, это служит постоянным напоминанием, что ты теперь полноценный член клуба. А то, что я стою перед тобой в комнате клуба ни о чем тебе не говорит? Ну, да, само собой. Я еще не совсем втянулся, но это не значит, что я не сдержу обещания. вот видишь, все как я говорила, красава. Да, глубоко, но в сердце ты совсем не доиск. Попробуешь новое ради других, только очень хорошие люди на такое способны. спасибо Сайори. Я не уверен, что Сайори точно понимает истинные мотивы моего пребывания здесь. Но опять же, я не могу отрицать, что вступил в клуб частично из-за нее. Знаю, как много это значит для нее и все такое. Ага! И я прослежу, чтобы тебя здесь было очень весело. Так я смогу тебя отблагодарить. Хорошо рассчитываю на тебя. Ура! Так, ты ведь прочитаешь мое стихотворение? Не переживай, у меня с этим все очень плохо. Посмотрим. Читаем стихотворение. Дорогие солнцевые, так как ваш свет через талюзи утром проходит, дает мне понять, что вы скучали по-моему. Смотрите меня в облик, в облик, в облик, в облик, в постели подняться стареет, глаза открыть и долго не сходят. Вы просите меня выйти поиграть вместе с вами? Верите, что дождливый день прогнать я смогу? Я гляжу наверх, плать до семья под небес вам тоже верю по-сек если если я бы спал одну и ночь, но я не сдержусь, только вот кушать хочется очень. По-моему, классный стих. Тайори, это лишь предположение, но ты только сегодня утром его написала? нет лишь самую малость. Ты не можешь ответить лишь самую малость на вопрос подразумевающий только ответ да или нет? Я забыла сделать это вчера. Что ж, по крайней мере, я смог немного повысить свою самооценку. Не надо так жестоко, я все равно старалась. Да. Ладно, не обижайся. Я не хотела сказать, что стихотворение плохое. Оно вышло хорошим или как бы правильнее выразиться оно очень в твоем стиле. Правда? Ага. Особенно последняя строка. На завтрак я сделала яичницы и тосты. Несмотря на то, что опоздала в школу. Не гоже пропускать завтрак. Я становлюсь раздражительной. Да, все мы становимся раздражительной, когда мы с утра не покушаем. Кушать надо обязательно. Чем больше, лучше. Да, уж тут не поспоришь. В общем, спасибо, что показала. Это было так весело. Моника лучшая. Ага. Но в следующий раз я не забуду и напишу лучшее стихотворение в истории. Что ж, тогда буду ждать с нетерпением. так, с кем дальше поделиться своим стихотворением? Я думала, я буду не со всеми делиться, но осталась Моника. Давайте-ка мы с ней поделимся еще нашим стихотворением и посмотрим, что же интереснее. привет, красавчик. Хорошо проводишь время? Э, ну да, да. Славно, рада это слышать. Кстати, поскольку ты новенький, если у тебя есть какие-то предложения касательно клуба, например, новых мероприятий или чего-то, что, может, было бы лучше, я всегда готова выслушать. Не бойся поднимать любые темы, хорошо? Ладно, прямой это к сведению. Гораздо лучше, гораздо, я просто пролистала, гораздо лучше просто всего плыть по течению, пока я тут не обжумусь. В любом случае, не хочешь поделиться со мной своим стихотворением? Это довольно неловко, но думаю, я должен это сделать. Ахахаха! Не волнуйся, красавчик, нам всем сегодня немного неловко. Но этот барьер мы скоро научимся преодолевать. Да, верно. Я отдал Монике свое стихотворение. Хм, сказала, да. Мне нравится. Короче, двум не понравилось, двум понравилось. Кем-то напоминает творчество Сайори. Вот как? Вы с Сайори хорошие друзья, ведь так? Неудивительно, что у вас есть что-то общее. А, ну, может, мы и хорошие друзья, но на самом деле очень разные. Ну, может, и так. Но не исключено, что у вас есть такие общие черты, о которых ты даже не подозреваешь. Это, наверное, общая фатия. Ну, как она говорит о тебе, кажется, вы искренне заботитесь друг о друге. Пусть даже вы демонстрируете это разными способами, но сходства в них куда больше, чем ты думаешь. Вот такое у меня сложилось впечатление при прочтении твоего стихотворения. Ты уверена, что не вычитала между строк лишнего? Вполне вам можно. О, боже, я говорю, как Юри. Но как бы это ни было, творчество Саюри вызывает теплые чувства. Я вижу, что ей нравится изучать эмоции, такие как счастье и печень. Разве можно было предложить столь позитивный человек найдет свое удовольствие в грустных вещах? Да, это полнейшая неожиданность. Но каждому свое. И тебе тоже стоит бояться небольших экспериментов. Вот так-то. уверен, что я еще много всего перепробую в вашем клубе литературно. но пройдет немало времени, прежде чем я стану чувствовать себя комфортно за этим занятием. Это нормально. Я бы очень хотела увидеть, как ты пробуешь что-то новое. Это лучший способ найти наиболее подходящий тебе стиль. остальные могут немного предвзято относиться к стилям отличным от иксов. Но я всегда помогу подобрать наиболее близкий тебе. Так что не пытайся угодить всем и писать так, как они этого хотят. Так вот тебе впали. Тебе не обязательно впечатлять всех и каждого. Ладно, хочешь теперь прочитать мое стихотворение? Не волнуйся, поэт из меня так себе. В это трудно поверить, учитывая, как уверенно ты это сказала. Ну, это потому, что я обязана так говорить. Но это не значит, что я всегда ощущаю уверенность. Ясно. Что уж, тогда давай прочту. даже мы дыра в стене. Это не могла сделать я. Видишь, шпаклевка высота. Умнися, паренься. Мне не узнать, и дом был закрыт. Я внутрь заглянула и поздно уже причина. О, нет, я слепла, испорчена. Пленка от солнечной. Но уже слишком поздно. Выжжены в сетчатке глаз картину бессмысленной быть невозможной, всего лишь маленькая. Она не была слепа, но была глубокая такой. Глазь бесконечно во все мира возможностей и я сыпь. выглянула. Я выглянула. Я выглянула пани быстро. Вот это да, ну это супер стих, он самый длинный. Рифмованный, классный, прям как Миниса. И что ты думаешь? Его форма довольно пронзительная, если можно так выразиться. Прости, я не совсем тот человек, у кого стоит спрашивать отзыв. Все в порядке. Да, в последнее время такой стиль набрал популярный. Сейчас во многих стихах уделяют особое внимание рифмичности слога. Я прям как тексты, как репчик стала мне красавчик поэты разные. При громко прочтении получается сильнейший эффект. Что тебя вдохновило на это стихотворение? А-а-а-а… Ну, я не до конца уверена, как это выразить. Думаю, можно сказать, что у меня было озарение. Оно несколько сказалось на моих стихах. Озарение? Да, что-то вроде того. Мне немного неуютно говорить о таких философских вещах. Это может стать довольно острый тем. Может быть, всегда когда все погружается друг с другом получше? Может быть, когда все подружатся друг с другом получше, подружить? Как бы то ни было, вот тебе писательский ответ дня от Моники. Порой, когда ты пишешь стихотворение или рассказ, твой мозг чересчур сильно зацикливается на определенном мысле. Если ты всеми силами будешь стараться сделать его идеальным, то никогда не добьешься никакого прогресса. Просто заставь себя продолжить писать и его приведи в порядок позже. Или вот другой способ это представить. Если будешь слишком долго держать ручку в одном месте, то получишь только большую клякс. Так что просто двигай рукой и плыви по тече. А это мой совет на сегодня. Спасибо, что выслушал. Отлично. Фух. Кажется, все закончили. Я ввел комнату взглядом. Это было напряженнее, чем я себе представлял. Действительно. Словно все осуждают меня за посредственные писательские способности. Хотя вообще это была их идея написать стихотворение. Я говорила, что я не умею писать, что это впервые. Но получилось как-то лучше. Даже если они этого не показывают, мои стихи ни за что не сравняться с их уровнем. Все-таки это литературный клуб. Я глубоко вздохнула. Что ж, я сам себя в это втянул. В другом конце комнаты с Аюрией с Моникой весело болтали. Мой взгляд остановился на Юрия с Мацуки. Девушки робко обменивались стихами. Когда они одновременно стали читать, я с интересом наблюдал, как изменяются выражения их лиц. Мацуки недовольно нахмурила брови. В то же время Юрия печально улыбалась. Мацуки, что за стиль такой? А? Ты что-то сказала? О, нет ничего. Мацуки пренебрежительно одной рукой положила тетрадь со стихами на стол. Пожалуй, можно сказать, что стих вышел довольно изящный. Ах, спасибо. А твой милый? Милый? Ты что, вообще не заметила в нем символизма? Он же пропитан чувствами безысходности. А, как такое можно назвать милый? А я это поняла. Я имела в виду стихотворный слог, наверное. Я просто хотела сказать что-нибудь хорошее. А? То есть тебе пришлось напрячься, чтобы выдавить из себя что-нибудь хорошее? Спасибо, конечно. Но в итоге ничего хорошего не вышло. Фу. На самом деле у меня есть пара предложений. А это уже хорошо. Наконец-то у них создали какие-то предложения. Фу. Если бы мне были нужны советы, я бы спросила того, кому понравится мой стих. И такие люди, кстати, есть. Он понравился Сайори. Красавчик тоже его похвалил. И раз уж у меня такой успех, я с радостью дам тебе парочку советов. Прежде всего, прошу прощения. Я ценю твое предложение, но если я уже долгое время совершенствую свой собственный стих, я не собираюсь в ближайшее время его менять. Разве что мне в глаза попадется что-то поистине вдохновляющее. Ну, такого пока не случилось. Ммм. И красавчик мой стих тоже похвалил. Позволь заметить. Он даже сказал, что был впечатлен. Мацуки резко встала. О, правда. Я не представляла. Да ты так озабочена тем, чтобы впечатлить нашего нового члена, Юля. Э-э-э. Это вовсе не то, что я. У-у-у. Ты. Ты просто. Юрия тоже поднялась. Может, ты просто завидуешь, что красавчик мои советы ценит больше твоих? Неужели? Почему-то ты решила, что мои он ценит меньше? Другаются. Ты настолько самовлюбленная. Я. Нет. Будь я такой, и я бы точно из кожи вон вылезла, чтобы делать свое слащаво-милым. Ух. Эм. У вас все в порядке? И вообще, знаешь что? Это не у меня. Я просто сейчас сматриваю слово. Можно читать его? Хорошо. Это не у меня. Сиськи волшебным образом вырезали в один размер с тех пор, как красавчик вступил в наш клуб. Мацуки. Эй, Мацуки. Эй, Мацуки, это немного. Вас это не касается. Не, люблю ссор, девчата. Не люблю ссор, не люблю. Внезапно обиди девушки резко повернулись ко мне, словно только что заметили мое присутствие. Красавчик. Она просто, она выставляет меня в дурном свете. Неправда. Это она начала. Если бы она поборола свое упрямство и оценила преимущества простого стиля, в таком случае спорить вообще было бы не о чем. Какой смысл делать свои стихи такими запутанными? Их смысл должен быть сразу понятен читателю, а не заставлять его лезть в дебри. Красавчик. Помоги мне ей это втолковать. Знаете, красавчик помоги. Да, есть такая передача. Тут прям красавчик помоги. Минутку. Разумеется, на нашем языке не просто так существует много глубоких и многозначительных слов. Это единственный способ эффективно передать сложные чувства и образы. Мы только ограничиваем себя, избегая их, и многое теряем. Ты ведь понимаешь меня, красавчик? Эм... Ну... Как меня угораздило в это вляпаться? Я ведь вообще не разбираюсь в поэзии. Но какую бы из девушек я не поддержал, я сразу же зашуру ее расположение. Выбираем Нацуки. Эм... Юрий, у тебя настоящий талант. Ээээ, спасибо. Но Нацуки права. Я думаю, что я изо всех сил напряг мозг, чтобы выдать убедительные доводы. Я думаю, что способность передать свои чувства всего несколькими простыми словами, правда, если бы уж. Может произвести ничуть не меньшее впечатление. Это заставляет читателя подключить свое воображение. И стихотворение Нацуки отличается, справляется с этой задачей. Именно. Но с этим справляюсь не правда ли? Я с этим справилась? Ахахаха! Это прекрасный показатель, насколько ты не разбираешься в этом. Я не совсем... Нацуки, тебе стоит остановиться. А? Мне? Ну, она была так несправедлива ко мне. Нацуки буквально спулила от негодования. Слушай, не стоит забывать о том, о чем мы говорили вчера. У каждой свой собственный стиль. Делиться с другими твоим творчеством может быть непросто. Мне кажется, сегодня мы усвоили этот урок. Даже небольшая критика поможет разжечь ярусную полейнику. Дебаты. Я обернулся. Сайори энергично кивала мне. Я просто хочу сказать... Не сердись на Юре. Твои стихи замечательные, Нацуки. Ах! В возгласе Нацуки слышится удивление. Спасибо, что заметил. Наконец, едва слышно проговорила она. Юре. Юре отрешенно на меня посмотрела. Не могу не посочувствовать ей, видя такое выражение Юре Са. Я уверена, что Нацуки не все говорила всерьез. Тебе тоже не нужно на нее обижаться. Раз ты так говоришь... Эй! Нечего тут за меня извиняться, красавчик. Блин! Нацуки глубоко вздохнула, готовясь что-то сказать. Я на счет этого... Ух! Нацуки обвела глазами класс. Вы перестанете все на меня таращиться. Так и следовало ожидать. Нацуки справляется с вниманием толпы. Куда хуже, чем она сама недавно горделиво заявила. Сайори с Моникой тут же отвели взгляд. Короче, насчет твоих сисек я говорила не всерьез. Ясно? Это все, что я хотела сказать. Нацуки отвернулась, избегая взглядов окружающих. Точно! Ты красавица от природы, Юри. Сайори! Я пойду заварю чай. Эй! Я просто попыталась помочь. Уверен, ей приятны твои слова, Сайори. Ты как всегда кстати. Я похлопал Сайори по плечу. Хорошо, раз этот вопрос решен, пришло время поделиться друг с другом своими стихами. Я думаю, мы уже поделились, я все стихи прочитала. Надеюсь, для вас это был целый ценный опыт. Особенно для тебя, красавчик. И если честно, для нас это хорошая смена ритма. Представление сами себе, мы слишком привыкли бездельничать. Нечего в литературном клубе бездельничать. Ха-ха-ха-ха. А, так значит, вступив в клуб, я разрушил вашу атмосферу? Нет, нет, ты что? До конца клубной деятельности еще есть немного времени. Давай лучше отдохнем. Разумеется, кроме болтовни, мы также занимаемся вещами, связанными с литературой. Ты можешь воспользоваться этой возможностью и взять, прочитать книжку или что-нибудь написать. Ведь именно для этого и был создан клуб. Я не согласна с тобой, Моника. А? Насчет чего? Это не самое важное в литературном клубе. Важнее всего, что здесь, чтобы здесь было весело. Ха-ха-ха, ну конечно. А именно поэтому вице-президент здесь ты, Сайори. Ихе-хе-хе. И все-таки с Моникой нельзя не согласиться. Раз я вступил в литературный клуб, то не могу приходить сюда, чтобы просто убивать время. Хотя должен признать, пока я действительно проводил время с пользой. Итак, друзья, пришло время заканчивать сегодняшнюю встречу. Как вам понравился обмен стихами? Было очень весело. Могу сказать, что оно-то выстроило. Было неплохо, по большей части. Красавчик, а ты что думаешь? Да, я со всеми согласен. Это прекрасная тема для совместного обсуждения. Замечательно. В таком случае, завтра сделаем то же самое. Возможно, вы узнали что-то полезное от своих друзей. Так что ваши стихи отныне станут еще лучше. Я задумался. Я действительно узнал, какие стихи нравятся каждой девушке. Немного удачи, и я уверена, что мне удастся произвести впечатление на интересующую меня девушку. Обнаружив такую перспективную возможность, я кивну сам себе. Красавчик, готов пойти домой? Конечно, идем. Сайори одарила меня своей лучезарной улыбкой. Мы с Сайори и правда давно не проводили столько времени вместе. И я покреплю душой, если скажу, что не получаю удовольствия. Сайори. Насчет того, что случилось. Эээ, что ты имеешь ввиду? Ну, насчет Юрия с Мацуки. Часто у вас такое случается? Не-не-не-не-не. На самом деле, сегодня впервые увидела, что обои не так ссорились. Я уверяю, они замечательные люди. Я думаю, они покрывают друг друга. Ты ведь не стал испытывать к ним неприязнь? Нет, ничего подобного. Я просто хотела твое мнение узнать. Теперь я понимаю, почему мы подружились. Ах! Знаешь, красавчик, здорово, что мы можем проводить время в клубе в мире. Но то, как хорошо ты поладил со всеми, делает меня по-настоящему счастливой. А еще я думаю, что всем очень понравится. Да ну тебя! Каждый день теперь будет наполнен весельем. Эх! Похоже, до Сайори еще не дошло, в какой ситуации я оказался. Конечно, здорово со всеми дружить, но разве нужно на этом останавливаться? Мы посмотрим, что для нас приготовила будущее Сайори. Я похлопал Сайори по плечу. Это были скорее мысли-слух, но Сайори иногда удобно было использовать для своего внутреннего монолога. Конечно! Да. Все в моих руках. У нас снова задание, супер задание. Но об этом уже в следующей серии. Друзья, понравилось? Ставьте лайки, жмите колокольчики, чтобы не пропустить следующий обзор прохождения стрима летсплей. Подписывайтесь на все социальные сети, все ссылочки в описании. Всего вам самого наилучшего! До встречи и пока!